Добрый день! Вы искали лечение храпа? Я вас прекрасно понимаю. Храп это не просто громкие звуки, которые издает спящий человек. Храп нарушает качество жизни, качество сна всему окружению и приличный риск для жизни того, кто храпит. И великолепный индикатор уровня здоровья того человека, который храпит. Поэтому не лечить храп нельзя. Чем опасен храп, я расскажу чуть позже. А пока кто должен лечить? Ну, детский храп лечится в кабинете лор-врача. Если у ребенка увеличены аденоиды, гланды, есть искривление носовой перегородки, то есть механические препятствия на пути движения воздуха в организм, лор-врач вам поможет. Если вы хотите правильнее полечить, если просто увеличены гланды или аденоиды, они отражают степень иммунодефицита. То есть они показывают, что организм ребенка имеет слабый иммунитет. По этой причине часть лимфоидной системы увеличилась. Да, вы качаете мышцу. Вы накачали себе мышцу. Когда в организме ребенка нарушен иммунитет, иммунная система пытается тоже накачать свои мышцы. Увеличиваются аденоиды. Они показывают, что рядышком находится отчай инфекции. Удалить аденоиды – это здорово, но нужно лечить отчай инфекции. Я этим занимаюсь, поэтому, если вам нужно лечение детского храпа, телефоны вы видите, контакты вы видите. Если механических причин на пути движения воздуха в организм нет, то чаще всего храп возникает из-за другого. Биологический возраст человека зависит не от паспортного возраста, а от того образа жизни, который он ведет. Если ваш образ жизни привел вас к гипертонической болезни, к ожирению, к сахарному диабету второго типа, к атеросклерозу сосудов сердца, головного мозга, к другим проблемам, когда у вас адыришка при нагрузке даже небольшой, когда ваш уровень здоровья отстает от того, который вы хотите, вот на этом фоне прекрасно появляется храп. Потому что храп отражает биологический возраст вашего мозга, который посылает меньшее количество импульсов на периферию, и там возникают соответствующие проблемы. Поэтому лечение храпа – это системное омоложение вашего организма и постепенное исчезновение тех диагнозов, которые я перечислил. Потому что они приводят к этому. Не рождаетесь вы с храпом, не рождаетесь вы с сахарным диабетом второго типа, не рождаетесь вы с атеросклерозом. Вы приобретаете их, мозг не получает импульсы нужные, не получает питания, стареет и не может управлять периферией. Что значит не может управлять периферией? Вы знаете, когда человек храпит, он нарушает качество жизни, качество сна своему окружению. Плохо вырабатывается мелатонин и у него, и у тех, кто в это время проснулся. А мелатонин – это самый мощный антиоксидант. А живем мы чаще всего в экологически не очень благоприятных условиях. А работаем мы чаще всего под высоким уровнем стресса. Кто работает не в стрессовых условиях, работает физически тяжело. Это тоже стресс, только другого порядка. Питаемся мы некачественными продуктами, то есть химический стресс у нас входит в организм и таким путем. И мощность антиоксидантной системы должна все это уничтожить, должна все это инактивировать. Если антиоксиданты вырабатываются, а вы ночью спите хорошо и питаетесь хорошо, тогда никаких проблем нет, ваш организм храпеть не будет. Если же эти проблемы в вашем организме есть, если храп есть, значит что-то вы где-то не дорабатываете. Значит какие-то проблемы у вас все-таки появились. И чем опасен храп? Человек когда храпит, да, плохо окружению, но он живой. Вот плохо, когда человек не храпит. В это время у него так называемое апноэ, то есть он не дышит. Причем он не дышит десятки секунд. Потом да, углекислый газ, организм продолжает все-таки на небольших оборотах работать, углекислый газ накапливается и идет вдох. Но вот это время, вы знаете, нельзя на этого человека в это время смотреть, потому что, мягко выражаясь, кожа синеет, то человек просто-напросто временно умер. Больше того, я вам скажу больше. Если исследуют храпунов, есть такие исследования полисомнографии, то есть когда исследуется и не только дыхание, но и кардиограммка снимается параллельно. Вы знаете, я вас, наверное, может быть сейчас шокирую, во время апноэ у человека останавливается и сердце. Причем пауза может быть 10, 15, 20 секунд. То есть у сердца не бьется. И забьется ли оно, неизвестно. Именно поэтому с храпом связаны внезапная или ночная смерть. То есть когда человек ночью просто ложился здоровым, ну не очень здоровым, скажем так, потому что перечисленные заболевания вы уже слышали, вот, то есть он лег не очень здоровым и утром не проснулся. Потому что во время какой-то паузы, когда человек не храпел, сердце взяло и не запустилось. Это очень сложный момент. А не запускается оно одним простым путем. Вернее останавливается. Потому что храп, в принципе, это приличный уровень здоровья. Много людей, к сожалению, имеют такую тенденцию, могут храпеть. Кто-то может периодически храпеть. А знаете, как, когда усиливается храп? Вот те, кто храпят постоянно, понятно, там ситуация давно уже легла и просит помощи. Там кричит просто, помоги мне. Те, кто храпят периодически, когда это происходит? Когда человек устал на работе. Когда человек, ну, выпил много алкоголя. Человек переел перед сном. То есть он ведь не знает, что такое здоровый образ жизни и негативные последствия этого. Ну, подумаешь там, ну, лишняя стопка, лишние 100 грамм. Лишние 100 грамм. Мозг попал под токсический удар, не посылает импульса и пошел храп. Человек съел какую-то гадость и пошел храп, потому что мозг получил эту гадость. Понимаете? Если вы едите некачественные продукты питания и считаете, что это только балуют вкусовые рецепторы языка, вы глубоко ошибаетесь. Вся химия, которую вы вводите в свой организм, хорошо, если вас пронесет. Знаете, вот все надеются на авось, авось пронесет. Если вы съели химию, и авось был рядом, вас пронесло, в прямом смысле слова, появился понос. Считайте, вам круто повезло. А вот если вас не пронесло, если вся эта химия осталась в вашем организме, первый токсический удар получает печень. И, как правило, у храпунов есть такой неприятный диагноз, как жировой гепатоз или стеатогепатит. А стеатогепатит может быть алкогольный, когда понятно, какая причина. Может быть медикаментозный, когда куча тех болезней, вы глотаете ведрами таблетки. А может быть не алкогольный, когда никто не знает, вроде как нет особой причины для того, чтобы появился этот стеатогепатит. А он есть. А есть он по той простой причине, что не могут назвать гастрономический стеатогепатит. Когда человек ест всякую гадость, пьет всякую гадость и считает, что это ему принесет здоровье. Поэтому, если вы хотите реально проводить лечение храпа, обращайтесь. Системное комплексное омоложение оздоровления вашего организма приведет к этому поводу. Продолжение следует... Продолжение следует...